Автомобиль на водородном носителе. Что это такое и насколько безопасно? Узнаем в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. На предприятии Ford Solar C-Laboge продемонстрировали лабораторный образец AORUS на водороде. Автомобиль премиум класса разработал научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Мы разбираемся, что это за автомобиль и насколько он безопасен. Ведущий научный сотрудник, руководитель НИЛ перспективной углеводородной наноматериалы Ара Демиев рассказал нам, какие задачи нужно решить, чтобы автомобиль был запущен в серийное производство. Для того, чтобы такая машина была создана, в серию запущена и успешно каталась, ездила, нужно решить три задачи. Первая – это производство водорода. Вторая – это хранение водорода. И третья – это, собственно, сам топливный элемент, в котором водород преобразуется в электрическую энергию, которую крутит электродвигатель. Вот, и на сегодняшний день, вот из этих трех задач, ну, максимально решена только последняя. Основная проблема, связанная с водородом, его хранение. Дело в том, что водород – очень высоколетучий газ, и он сжижается только при очень низких температурах. Соответственно, стенки емкостей, в которых хранится водород, должны быть гораздо более толстыми. Кроме того, водород имеет свойство химически реагировать с металлом. То есть вот он проникает в стенки вот этого баллона, и от этого эта емкость становится хрупкой. То есть металл, он уже не ведет себя так, как обычный металл в обычной ситуации. Уже практически 20-25 лет ученые всего мира бьются над проблемой хранения водорода, его транспортировки. На тот момент, как задача будет решена, можно будет говорить о серийном запуске автомобиля на водородном носителе. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.